Генеральный директор ООО «Скар-Рену» Забирант Игорь. Что известно, что произошло, как произошло, как был процесс? Мы являемся конституционером на данном объекте. До начала работы мы получим техническое заключение в экспертных организациях по состоянию здания и мембраны. Мы приступили к работе. Работа подразумевала между собой капность. Мы действительно хотели первым этапом разобрать аварийную мембрану, вторым этапом – приступать к монтажу несущей конструкции. Но при разборе мембраны, при ослаблении ванк, кровля состоит из 112 ванк и опорного несущего кольца. При демонтаже 12 ванк, несущая конструкция обрушилась, что показало аварийное здание. Как мы видим, своевременное начало реконструкции здания не дало при проведении массовых мероприятий случиться трагедии, которая могла произойти уже на бруску, здание не держала абсолютно. Значит, при производстве работ один из высотников нарушил технику безопасности. Он подстегнул страховку и вышел из люльки. Поэтому произошла трагедия, подбит человек. С нашей стороны будем оказывать поддержку его семье, родителям. Все от нас зависящее. Мы полностью поможем трудно. Скажите, что есть на компании, которая занималась демонтажем работы, работой по демонтажу, точнее, есть информация, что это компания, которая до этого не имела подобного опыта? Компания имеет опыт в производстве работ. Замонтажные работы для бетона предлагалась компанией Трайд. Компания до Год Транстрой производила высотные работы. Она же производила высотные работы в плотенном этаже подкровенных конструкций. Поэтому люди, которые у нее работали, это граждане Российской Федерации, это реальные высотники, которые, естественно, имели опыт работы и у них контракты с внутренними. А почему вы начали это до 1 февраля, когда можно было подать заново заявку в ОПИК, мог подать заново заявку на признание объектом культурного наследия? И почему до митинга, который должен был состояться в это воскресенье в час дня общественными деятелями, вы не находите это очень странным? То есть, как бы, причем, извините, но вы разрушаете культурное наследие нашего города. То есть, достояние нашей страны. У нас не так много памятников в Италии, чтобы ими... Мы своевременно... По вашей экспертизе. Это была ваша экспертиза? Мы своевременно приступили к демонтажу и обрушение показало на сегодняшний день состояние самого здания. Ну, точнее, еще вопрос. Это были плановые работы? Это были плановые работы. Простите, что-то известно о погибшем? Остались ли у него жена, дети? Спасибо, коллеги. Спасибо.